Здарова, геймеры! Окей, я знаю, эти времена были тяжёлыми, у вас очень много депрессивных мыслей, и на самом деле всем нам просто нужно немного отдохнуть. И сегодня я принёс вам настолько идеальную дозу кринжа, что вы просто не представляете. Я отправился в пучино заблокированного твиттера и нашёл там настоящее золото. Но чтобы дать вам полноценное ощущение абсурдности всего, что я буду рассказывать, мне нужно дать вам хороший сетап. Потому что эта ситуация, хоть и крайне потешная, но сложная и состоит из нескольких уровней. Так что перед тем, как мы начнём, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик со всеми уведомлениями и переходите в мой телеграм по ссылке в описании для всех свежих новостей про стримы, мои видео и общие события. Ютуб потенциально может закрыться в любой момент, и мне будет приятно, если мы останемся с вами вместе хотя бы таким образом. Сделали всё это? Огромное спасибо! Ну что ж, поехали! А начнём мы с того, что Elden Ring это действительно феномен нашего времени. Она пришла, когда была нужна нам больше всего, и пришла с большим успехом. Мало того, что она продаёт просто огромное количество копий в Стиме, так ещё и продала самое большое количество копий среди игр, которые не являются Call of Duty или FIFO со времён Red Dead Redemption 2. И при этом, будучи мультиплатформенной игрой, она продалась в два с половиной раза больше, чем приключения Eloy в Horizon Forbidden West. И кстати, посмотрите на экраны, вы увидите сравнение оценок Elden Ring и Horizon Forbidden West на метакритике. У Horizon реально очень хорошая оценка, но Elden Ring на совершенно другом уровне. Тем не менее, я не сужу о качестве игр по метакритику. И вы прекрасно знаете, кто любит этим заниматься. Вы думали, что фанбои впали в спячку на время, пока происходят эти ужасные события? Вот вам пример комментария под постом про Украину и про то, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не смогут продолжать разработку над игрой. Я готов к слёзам фанатов Иксбокса. У вас вообще нет игр на вашем Иксбоксе. Так что вы примерно знаете, с чем мы имеем дело. Фанбойству нет никаких границ, оно абсолютно беспощадно и бессмысленно. Но данный случай крайне особенный, потому что перед выходом Elden Ring'а все говорили про Horizon Forbidden West. Все эти споры про обзоры, про Mass Effect 2 и всё прочее были достаточно весёлыми. Но всё это закончилось, как только вышла Elden Ring. Я сам потратил в ней уже несколько десятков часов, и боже, это просто прекрасная игра. Кстати, сегодня я буду стримить её на Твиче несколько часов, так что, чтобы не пропустить это, подписывайтесь на мой Телеграм, там будет уведомление о стриме. И как вы могли бы догадаться, с Сони Боем это абсолютно не понравилось. Не понравилось настолько, что они начали говорить, что оценки Elden Ring'а незаслуженные. И игра была бы намного лучше, если бы она была эксклюзивом PlayStation. Нет, серьёзно, это просто уморительно. Давайте почитаем. Фанбои Иксбокса, хайпящий Elden Ring против Horizon Forbidden West, это та же группа людей, которую называла Returnal, Bloodborne и Demon's Souls нишевыми играми. Зачем платить за игры, когда есть геймпасс, верно? Эти парни постоянно всё переворачивают. Это результат того, что в прошлом году ей пришлось ждать игр до ноября. Та же самая боевая система и анимации, что и в Dark Souls. Плохая графика, ужасная производительность, но всё равно получает 97 на Метакритике. Мне так нравится Elden Ring, но сразу же видно разницу между играми внутренних студий Sony и всеми остальными. Sony бы добавили в эту локацию звуки окружения, который заставляет тебя ощутить себя в этом лесу. Лягушки, ветерок, птички, шаги по грязи. А так, это просто проходняк. На данный момент в этом году всё, что я видел, это фанаты PlayStation, которые хайпят игры, выходящие в ближайшем будущем без остановки. А фанаты Иксбокса вынуждены покупать игру, которая очевидно слишком сложная, чтобы хоть как-то не умереть с голоду. Хэштег PS5 Гипотетически, если бы в FromSoftware были студии PlayStation, Elden Ring была бы намного более оптимизированной. Выглядело бы лучше, порт на ПК был бы лучше, также в ней был бы фоторежим. Если Elden Ring с его устаревшим геймплеем, средненькой графикой, средним звуком и ужасной производительностью это 97 из 100, то Horizon Forbidden West это 98. Не тегайте меня, задроты, тут нет ничего сложного. Все эти обзоры были куплены. Фанаты Elden Ring могут плакать, но это факты. Живите с этим. Да, дорогие друзья, ведь как мы знаем, все самые лучшие игры выходят только на PlayStation от внутренних студий. И именно поэтому они должны получать самые лучшие оценки, чтобы потом ими можно было похвастаться в Твиттере. Но когда появляется игра, которая затмевает собой недавний эксклюзив PlayStation, за который они так сильно трясутся, это непростительно. Скорее всего эти оценки были куплены. Ведь самое важное в играх это графика, звук и производительность. И я согласен, что производительность в Elden Ring это достаточно слабое звено. Но это было со всеми играми From Software. Люди, которые проходили Dark Souls 1 на PlayStation 3 или Xbox 360, помнят, что было там. И если уж сравнивать с Horizon Forbidden West, то я бы не стал говорить, что там очень стабильный FPS. Да, кстати, после этого видео вы можете чекнуть мой крайне честный и неподкупный обзор на Horizon Forbidden West. Возможность перехода будет на экране в конце этого видео. Но самое интересное в этом то, что даже несмотря на эти минусы, Elden Ring является намного более качественной игрой, чем Horizon Forbidden West. И я не говорю, что Horizon Forbidden West это плохая игра, она довольно качественная сама по себе. Но с точки зрения дизайна мира, ощущения какого-то приключения, открытий, Elden Ring это действительно игра, которая каким-то образом вылечила меня от игровой потенции. Мне хочется возвращаться в её мир снова и снова, она шикарная. Она никаким образом не ведёт тебя за руку и даёт тебе исследовать её мир как ты хочешь. В то время как Horizon Forbidden West это чистый наследник Юбидра Чиллен, с кучей вышек, каких-то мест интереса и прочего. Я просто хочу сказать, что Elden Ring это глоток свежего воздуха, лично для меня и для кучи людей, которым она тоже, судя по всему, нравится. И это никак не должно отражаться на удовольствии людей, которые играют в Horizon Forbidden West, которая тоже является классной игрой. Но быть просто классной игрой недостаточно, потому что фанатам PlayStation нужно, чтобы в портфолио их платформы были только лучшие игры. Особенно меня радуют эти интересные заявления, про то, что Elden Ring была бы лучше, если бы её делала внутренняя студия PlayStation. Ведь, как мы знаем, графика это самое важное, а ещё в каждой игре должен быть пресловутый фоторежим. Потому что если Sony так делает, значит это должно быть везде. Вообще, на самом деле, забавно смотреть после всего, что произошло на людей, которые гонятся за какими-то циферками, считают, что какие-то цифры не настоящие, а вот эти настоящие. Ведь можно просто играть в обе игры и наслаждаться ими, но, как мы знаем, главный эксклюзив PlayStation это Метакритик. Но я бы не делал это видео, если бы не следующий сегмент, благодаря которому я и сказал, что это видео максимально кринжовое. Сейчас мы посмотрели на обычных фанатиков, которые фантазируют, что всё должно быть эксклюзивом PlayStation, и тогда всё будет лучше и всё такое. Но, дорогие друзья, Elden Ring подпалила задницу не только игрокам со стороны PlayStation, но и разработчикам других игр, и это самое лучшее, что вы увидите за сегодня. Тот факт, что Elden Ring получила 97 на Метакритике, это доказательство того, что обзорщикам абсолютно плевать на игровой опыт и интерфейс. Вся моя жизнь это ложь. Да, также им, судя по всему, плевать на графику на ПК, стабильность и производительность. И на дизайн квестов тоже. Интерфейс Elden Ring настолько плохой, что я могу только представить, как разработчики из FromSoftware курят прямо в офисе и используют кинескопные мониторы. А теперь, мои дорогие геймеры, давайте проведём очень небольшое расследование, которое на самом деле выведет нас на тот самый кринж. Сначала давайте разберёмся с действующими лицами. Два пользователя, которые отвечали нашему действующему лицу, это работники внутренних студий Sony. Девушка Ребекка Фернандо Суше работает графическим программистом в Nixos Software. Это дочерняя студия PlayStation, которая занимается портированием игр на различные платформы. Ну а чувак, который писал про дизайн квестов, это вообще умора. Познакомьтесь с Horizon Forbidden Blake'ом, заместителем дизайнера квестов в Gorilla Games The Horizon Forbidden West. Ранее, в том числе, он работал над Horizon Zero Dawn. Да, кстати, если честно, мне не очень понравились твои квесты, дорогой друг, но это уже моё личное мнение. Но связывает их один очень интересный человек, который как раз-таки и написал изначальный твит о том, что оценка в 97 баллов незаслуженная. Познакомьтесь с Ахмедом Салама, который является дизайнером интерфейса для игрока в Ubisoft. Кстати, в описании его профиля в твиттере написано, что он ментор, то есть он является такой обучающей фигурой для людей, которые с ним работают. Видимо, если в Elden Ring интерфейс не перенасыщен, как в играх от Ubisoft, и не создан для тупых, чтобы человек всегда знал, куда ему идти, то этот интерфейс, очевидно, очень плохой. И если бы наш дорогой друг Ахмед из Ubisoft работал над Elden Ring'ом, то всё бы выглядело примерно как-то вот так вот. Намного лучше, ведь правда, вот это современный уровень. Но я решил покопать дальше и понять, кто же такой наш дорогой друг Ахмед. И оказалось, что это человек с очень богатой историей работы в индустрии. Более того, он хостит свой собственный подкаст, и вот что он пишет в своей биографии. Он занимается UI'ем с 2005 года. В игровой индустрии работает с 2013, когда он присоединился к Gorilla Games, чтобы заниматься Killzone Shadow Fall, Killzone Shadow Fall Intercept, Horizon Zero Dawn и Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Затем он переехал в Стокгольм и присоединился к Electronic Arts Dice, чтобы работать над Battlefield'ом из Star Wars. Теперь же он работает в Ubisoft'е над неанонсированным проектом. И знаете, что мне показалось странным? Почему за всё время работы в Electronic Arts он не указывает ни одного проекта, над которым работал? Если бы я работал в Dice, я бы хотел указать, над какой игрой я работал. Если же, конечно же, это не было, да, он работал над Battlefield 2042. Боже, это самое смешное, что я слышал за последние полгода! Прямо сейчас, прямо на ваших экранах, вы видите, как разработчик интерфейса для Battlefield 2042 критикует Elden Ring за её интерфейс. Притом, это не просто разработчик интерфейса Battlefield 2042. Это разработчик интерфейса Battlefield 2042, который теперь работает над интерфейсами игр Ubisoft'а. И по чистому совпадению, ранее он тоже работал в студии Sony над Horizon Zero Dawn дополнениями к ней. Я понимаю, что это всего лишь кучка разработчиков игр PlayStation, но тем не менее, мне такое чувство, что этот снобизм, которым обладают фанатики PlayStation, также закрепился и в разработчиках внутренних студий. Ничего не хочу сказать, но знаете, с какой-то стороны я даже рад, что не Ахмед занимался интерфейсом в Elden Ring. Забавно смотреть, как люди одной и той же профессии начинают издеваться над тем, что делают другие, потому что им, скорее всего, просто завидно. Мне кажется, что именно поэтому Elden Ring стала такой успешной игрой, потому что она плевать хотела на нормы, которыми сейчас пользуются люди в этой индустрии. Она делает то, что хочет, и делает это хорошо, на зависть всем остальным. Но, видимо, претензии к обзорщикам возникают, никогда не ставят высочайшие оценки играм PlayStation. Потому что игры PlayStation ведь неприкосновенные, никто не смеет ставить им низкие оценки. А когда кто-то всё же посмеет поставить хотя бы немного честную оценку по своему собственному мнению, это вызывает дикую ярость у фанатов PlayStation. Их не волнует то, что издания с названиями вроде PlayStation Lifestyle ставят ей 100 баллов. Но есть одно издание, которое они просто ненавидят. Познакомьтесь с изданием Staviver. Они посмели поставить Horizon Forbidden West 65 баллов. Это непростительно. Я считаю, что оценка весьма нормальная. Типа немного ниже, чем то, что поставил бы я, но, тем не менее, это их личное мнение. Но ваше личное мнение никому не нужно, когда речь идёт о такой великолепной игре, которая является шедевром всех времён. И знаете что? Sony просто добавила Staviver в чёрный список и не прислала им код на Gran Turismo 7. Казалось бы, это настоящая несправедливость и показатель того, насколько коррумпированной является игровая журналистика. Но для фанатов PlayStation это повод для ликования, потому что они победили очень важного врага. Я рад, что Staviver не получили ключ на обзор. Любой, кто даёт голосу Tsushima 70 или Horizon Forbidden West 65, очевидно, недостаточно квалифицирован, чтобы делать обзор игры как надо. Любой, кто пытается сказать мне, что Staviver профессионал, и в их обзорах есть смысл, и они честно критикуют игру, нахер вас всех. Только боты так скажут. Это токсичные фанбои, которые получили доступ к кодам для обзора. В данном случае я уверен, что анти-сони и фанбойские журналисты также будут уничтожать обзоры на God of War Ragnarok. 88 на метакритике, лол. Staviver попали в чёрный список Sony, ахахахахаха. По этим радостным твитам вы можете понять, что фанбоям PlayStation не нужна объективность и разные мнения по поводу какой-то игры. Самое важное, это всё-таки цифра на метакритике. Всё делается ради неё, и если кто-то мешает ей, то он должен быть уничтожен. И да, они пишут, что в течение двух недель они пытались выпросить код на Gran Turismo 7, сразу же после Horizon Forbidden West. И PlayStation Австралия ответила им, что не может предоставить им заветный ключ. Господи, как же это мерзко со стороны PlayStation. Им не понравилась оценка прошлой игры, которую они присылали, и они решили просто не присылать новую. И в данном случае у меня есть две версии. Это либо то, что Sony просто хочет оценку повыше, или то, что Sony не уверена в качестве Gran Turismo 7, и боится, что они поставят уж слишком низкую оценку. Я сам не играл в Gran Turismo 7, и не могу судить о её качестве. Но из того, что мы знаем, это то, что в игре достаточно агрессивная система монетизации. И как сказали о XBT Games, в ревью копии этой монетизации не было. Так что складывается ощущение, что Sony не очень уверена в продукте, которым является Gran Turismo 7. Но сам факт того, что игры предоставляются изданиям на основе их предыдущих оценок, это так неприятно. Ведь какой-нибудь PlayStation Lifestyle 100% получил Gran Turismo 7 и поставил ей 100 баллов. Ой, что же это? Так ведь так и было, лол! Это ещё раз доказывает, что мы все живём в клоунской вселенной, и они уже даже ничего не скрывают. Оценки на метакритике — это просто маркетинговые инструменты. Чем они выше, тем лучше. Неудивительно, что Sony, основываясь на этих оценках, решала давать Days Gone сиквел или нет. Но то, как люди ликуют от того, что Sony избавилась от какого-то издания, это достаточно смешно. Потому что это позволяет им дальше жить в манимирке, где игры PlayStation самые лучшие и просто идеальные, заслуживающие самых высоких оценок. К сожалению, самим попробовать Gran Turismo 7 не можем, потому что в России она является эксклюзивом для игровых журналистов. И когда она всё-таки появится в свободной продаже, на что я надеюсь, в связи с курсом евро, скорее всего, цена будет далеко за 10 тысячами рублей. И придётся прибегнуть к старому способу, который я никогда не хотел использовать. Аренда дисков на Авито. Неужели бы всё-таки пришли к тому, что нам придётся это делать? Но в любом случае, я надеюсь, что это видео было поучительным, и мы все извлекли из него что-то новое. Или, по крайней мере, вы смогли провести это время с улыбкой на лице. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы мы дошли до отметки в 100 тысяч геймеров. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, чтобы поддержать это видео, и нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе того, что я делаю. Вы единственные, на кого я могу надеяться в этих условиях отсутствия монетизации. Так что, если хотите поддержать меня ещё немного больше, то можете спонсировать канал по кнопке под этим видео, или воспользоваться Donation Alerts по ссылке в описании. На экране вы видите топ донатеров месяца и спонсоров на уровне геймер. В это неоднозначное время вы единственные, кто поддерживает меня, и я очень вам за это благодарен. Вы мотивируете меня делать больше контента, и я признателен вам за это. Спасибо, гайз. Обязательно залетайте в мою телегу по ссылке в описании, потому что с ютубом может произойти что угодно, и наше сообщество геймеров не должно растеряться. Там весело, можете общаться друг с другом, а я буду кидать апдейты по тому, где я стримлю и когда. Также там сразу появляются ссылки на новые видео, даже если вы пропустили уведомления на ютубе. Ближайшие три дня меня не будет, потому что мне нужно съездить повидать семью, но в субботу аниме на твиче всё-таки будет. Так что буду рад вас там видеть. Окей, всем пока.